Новая короткая программа олимпийской чемпионки Алины Загитовой «Огромный риск». Справится – победит юниорок. А если нет? Новый сезон в женском фигурном катании обещает стать самым конкурентным и непредсказуемым за долгие годы. Болельщики считают дни до первых соревнований и активно обсуждают новые программы фигуристок. Если ты еще по каким-то причинам не подписан на наш канал, то обязательно подпишись, нажми на колокольчик, ставь лайк и обязательно пиши комментарий. Нам важно твое мнение. Олимпийская чемпионка и действующая чемпионка мира Алина Загитова впервые показала новую короткую программу на шоу в Японии. А через несколько дней видеопроката облетела интернет и стала настоящим хитом. Такой Загитовой вы еще не видели, но хватит ли смены образа для борьбы за победу? Команда Загитовой тянула с презентацией программ, что даже вызвало слухи о возможном пропуске сезона. Поклонники Алины в такую вероятность верить отказывались. А когда в середине июля хореограф Даниил Гляхенгаус объявил музыкальную тему короткой программы, стало очевидно, подарка от Загитовой соперницы не дождутся. Даже по выбору музыки было понятно, что образ Алины изменится. Грустная и местами надрывная песня израильской певицы Ясмин Леви «Мевой» в переводе с испанского «Я ухожу» разительно отличается от мелодии из «Призрака оперы» прошлого сезона и «Олимпийского черного лебедя». Композиция появилась еще в 2005 году и была достаточно популярной, однако в фигурном катании, по крайней мере на серьезном уровне, ее еще никто не использовал. От этого еще сильнее хотелось узнать, как это получится у Загитовой. Премьера состоялась в конце июля на шоу «The Eyes» в Японии, а спустя несколько дней была опубликована запись этого выступления. Сразу оговорюсь, что за два с половиной месяца до сезона всерьез обсуждать сырость программы и тяжеловатой Загитовой никакого смысла нет, а у опытной команды достаточно времени, чтобы накатать программу и привести спортсменку в оптимальную форму. А если вдруг не получится, то это будет заметно в любом образе, так что программа тут абсолютно ни при чем. Номер Загитовой на музыку Леви действительно получился необычным и в некотором смысле новаторским. При этом он вовсе не стал неожиданным, чего-то подобного от Алины и ждали. На большой лед выходят вчерашние юниорки с более высокой технической базой. Они могут делать то, что не может Загитова, а значит Алина обязана предъявить козыри, недоступные 15-летним девочкам. Чувственный и пронзительный образ из новой короткой программы, да еще в смелом гипюровом черном платье, как раз такая заявка. Жесткие реалии современного фигурного катания вынуждают девушек примерять на себя сложные взрослые образы, для передачи которых мало владеть хореографией. Надо либо прожить переживания героини самой, либо сыграть их, но так, чтобы тебе поверили. А ведь речь о 17-летней девушке, пожалуй, такой сложной задачи в карьере Загитовой еще не было. В техническом плане новая короткая программа Алины тоже отличается от призрака оперы. Набор элементов тот же, двойной аксель, тройной флип и каскад тройной лут с тройной риттбергер, но расставлены они иначе. За каскадом теперь следует аксель, а не флип, как было в прошлом сезоне. Поменялись и заходы на прыжки, дорожка шагов, сдвинутая в конец, показалась перегруженной. Видимо, сказалось стремление заработать больше баллов и компенсировать отсутствие тройного акселя, который, помимо Кихира и Туктамышева, теперь собирается исполнять и Турсенбаева. Работа над программой продолжается, и соревновательные прокаты наверняка будут заметно отличаться от показательных. Возможно, будут внесены корректировки в музыку, уж слишком мощно и надрывно поет Леви, особенно ближе к финалу. С одной стороны, это добавляет программе нерва, но с другой, забивает само катание и обнажает малейшее расхождение с образом. В Японии мы увидели полуфабрикат, который опытным поварам только предстоит превратить в блюда высокой кухни, но уже можно сказать, что в руках Алины Загитовой оказалось мощное инновационное оружие. Осталось дождаться, когда оно выстрелит. Японская фигуристка Рика Кихиро на шоу The Ice 2019 представила новую произвольную программу. Внимание привлекает расстановка прыжков, ведь первыми традиционно исполняются самые сложные из них. В случае с Кихиро это был тройной аксель, сначала сольно, а затем в каскаде. В новой программе же первым элементом стоит один из самых дешевых тройных прыжков сальхов, что может означать только одно, японка планирует исполнять в этом месте постановки четверной прыжок, при этом не отказавшись от тройного акселя. Пока исполнять эти прыжки в одной программе не пробовали даже юные российские покорительницы четверных, двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова и чемпионка России Анна Щербакова. 17-летняя Кихиро, чемпионка четырех континентов 2019 года, победительница финала Гран-при 2018 года, серебряный призер командного чемпионата мира 2019 года, серебряный призер чемпионата Японии 2019 года, бронзовый призер 2018 года. Алена Канышева, бронзовый призер финала Гран-при среди юниоров 2018-2019, представила новую короткую программу на контрольных прокатах юниорской сборной. После выступления фигуристка ответила на вопросы журналистов. Алена, вы сегодня выглядели едва ли не самой взрослой из всех участниц прокатов. Как сами чувствуете, вы уже демонстрируете настоящее женское катание? Я прибавила по сравнению с прошлым годом, но пока не могу назвать свое катание истинно женским. Это приходит с возрастом, чем девушка старше, тем она осознаннее выступает и более женственно выглядит. Второй сезон по юниорам добавляет вам преимущество. Безусловно, в первую очередь это дает рейтинг больше, чем у некоторых других участниц. С другой стороны есть еще Настя Тараканова и Вика Васильева, они катаются уже третий сезон по юниорам. Их рейтинг еще выше, чем мой, а он влияет на распределение этапов. В чем получилось прибавить за этот год? Я стала иначе относиться к своему катанию. В прошлом сезоне на контрольных прокатах чувствовала большой груз ответственности, потому что первый юниорский год, мне важно было сразу, хорошо себя показать. Сейчас стало легче, с одной стороны. С другой, новая группа, новый тренер. Хочется преподнести себя по-новому, еще лучше, чем была. Вы всего через месяц после перехода в Хрустальный исполнили на тренировках четверной тулуп. Реально вообще выучить его за такое короткое время? Я начинал работать на четверным сальховом еще у прошлого тренера, а тулуп у меня всегда был неплохим прыжком. Когда я пришла к Этере Георгиевне, меня попросили показать аксель, тулуп и сальхов. И мы решили в итоге начать с тулупа, потому что он больше всего был похож на четверной. Как дался вам переход в другую группу? Не было давления от того, какие звезды будут окружать вас на льду. Волнение было даже не из-за того, с кем рядом я катаюсь, а от того, к какому я пришла тренеру. Первую встречу с Тутберидзе помните? Самое первое, что спросила у меня Этере Георгиевна, почему-то ушла от тренера Светланы Пановой. Я тогда ответил ей на вопрос, но выносить это сейчас никуда не хочу. Вообще меня давно звали в Хрустальный, но я сначала долго отказывался, а потом поняла, что наверное зря. Хрустальный кого-то зовут? У общественности представление такое, что туда все только сами просятся. Меня не то, чтобы прямо звали, просто сказали, что Этере Георгиевна была бы рада увидеть меня в своей группе. Как вы воспринимаете свой переход в группу Тутберидзе? Может как большую удачу или аванс на будущее? Скажу так, это не аванс, а не удача, а просто большая честь работать в группе у такого тренера. Что поменялось в тренировочном процессе по сравнению с тем, что было раньше? Изменилась атмосфера на тренировках, в этой группе конкуренция выше. Смотришь на остальных ребят и думаешь, почему я не могу сделать так же. Раз не получится, два не получится, а на третий возьмешь и сделаешь. И так все по очереди прогрессируют. Как обстоят дела с четверным тулупом в произвольной программе в этом сезоне? Дела с четверным тулупом обстоят хорошо, но мы решили пока не добавлять его в программу. Была травма, я не могла его какое-то время прыгать и натренировать стабильно. Решили, что лучше откатаем чисто с тройными, чем с ошибками на четверном и неизвестно чем после падения. Какого рода была травма, если не секрет, неважно. Нет опасений, что без четверного прыжка не выдержите конкуренцию. Я понимаю остроту конкуренции, но были также и примеры, когда Алена Косторная в финале гран-при откаталась с тройными чисто, а Саша Трусова упала с четверного и Алена выиграла. Можно сделать хорошо все тройные прыжки, а можно пойти прыгать четверные и ошибаться. Какая главная задача на сезон? Стать лучше в юниорах, чтобы было с чем выходить во взрослые. Кого считаете самым серьезным соперником? Конкурировать буду сама с собой, все девочки очень сильные, но когда ты выходишь на старт, думать должен только о себе и соревноваться с собой. Остальное решают судьи. Как вы пришли в фигурное катание? Сначала меня просто привели на каток родители, а я начал спрашивать у них каждый день, мы можем пойти еще раз, мы можем пойти еще раз. К тому же моя сестра занималась балетом на льду. Так меня отдали в группу, где все быстро начало получаться и очень мне понравилось. Начиная от фонарика и козлика и заканчивая четверными прыжками. В такой момент появился соревновательный азарт. С самого начала я люблю конкуренцию. Кем вдохновляетесь из взрослых фигуристок? Сначала это были Юлия Лепницкая, Далина Сотникова, теперь та же Алина Загитова, Женя Медведева. Они все мне одинаково нравятся. Кумира у меня нет. На учебу время остается? Я отличница. Как же вы все успеваете? Иногда учителя идут на встречу и остаются на дополнительные занятия. В основном занимаюсь с репетитором. Я учусь в обычной школе, не при самбо. Пока получается все успевать. Менять школу не планирую. Получается образование для вас тоже важно? Да, у нас в принципе в семье было условие. Если начну плохо учиться, я закончу с фигурным катанием. Родители настраивают особенным образом на соревнования. Они говорят, что любят меня вне зависимости от моих успехов. Нужно просто выйти и сделать все, что я умею. Субтитры сделал DimaTorzok